Много-много Всем привет! С вами вкусные блюда. Сегодня будем готовить необычный, но очень эффектный рецепт рыбы. Рыбы, запеченной в соляном панцире. В частности, сегодня это будет карп. На самом деле можно использовать любую большую рыбу, в том числе и речную, и морскую. Главное условие, чтобы она не была чересчур большая. То есть желательно, чтобы размер рыбки был где-то полтора-два килограмма. Итак, перейдем. Что нам нужно для этого? Рыба, полтора килограмма. Я, как сказал, уже использую карпа. Соль, морская или соль обычная каменная, 2 килограмма. 4 белка яичных, головка чеснока и смесь трав. Можно использовать 2,5 ложки чайных итальянских трав. Или, как вот в моем случае, я использую 1 чайную ложку петрушки, 1 чайную ложку укропа, по пол чайной ложки розмарина, мяты и базилика. И буквально щепоточку черного перца молотого. Итак, приступаем. Берем рыбу и хорошенечко ее потрошим. Удаляем пленку черную, которая внутри присутствует, и промываем ее потом. Так, рыбу я почистил. Удалил жабры заодно, чтобы не горчили. Чешую мы не счищаем. То есть чешуя в речной рыбы, это является очень хорошей преградой для проникновения соли через шкуру. И теперь берем и закладываем травы и чеснок целиком. Все, и рыбку пока откладываем в сторонку. Теперь берем подходящую посудину и смешиваем соль с белками. Теперь берем противень, делаем подложку из соли. Выкладываем рыбку и засыпаем остатоками соли. Итак, сформировала соляной панцирь. Толщина его примерно 1 сантиметр. Что на подложке, что по сторонам. И теперь отправляем это все в духовку, разогретую до 190 градусов. Верхний и нижний тен на полчаса. Итак, рыба готова. На 30 минут я ее ставил. Потом добавил еще 10 минут. Итого суммарно получилось 40 минут. Значит, как, кстати, можно проверить готовность рыбы. Берете, пробиваете панцирь. Кстати, слышно какой этот панцирь? Он стал такого пшеничного цвета и твердый. Берется, пробивается панцирь. В самом толстом его виде. На 10 секунд держится. И потом вытаскивается. И пробуйте. Если весьма теплое у вас лезвие, или вилка, или шомпуром, чем пробуете, то это уже говорит о готовности. Подавать, кстати, можно даже вот так вот. Подается это с запеченной картошкой, с овощами. Потом я фоточки выложу, как оно готовится. Обязательно при разделывании берется, снимается соль. Соответственно, нам нужна отдельная емкость, куда эта соль потом будет выкидываться. И порционно раскладывается на тарелках. Все, на этом всем пока. Кому понравилось, лайк ставьте. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok